Лев Шейнин. Дебют. Читает Геннадий Постригайло. Осенью 1931 года, когда я был старшим следователем Ленинградской областной прокуратуры, меня вызвал однажды прокурор области. — Звонил товарищ Крыленко, — сказал он. — Вызывает вас к себе. Не знаете, в чем дело? — Понятия не имею, — ответил я, действительно не понимая, зачем меня вызывает сам Крыленко, которого все мы очень любили и немного побаивались, зная его крутой характер. — А вы не спросили? — Спросил, но он ответил, что окончательное решение примет после разговора с вами. Одним словом, выезжайте. И в ту же ночь я выехал в Москву, так и не догадываясь, почему меня вызывает нарком юстиции и о каком загадочном окончательном решении после разговора со мной может идти речь. В те годы прокуратура входила в систему наркомата юстиции, а прокурор республики был заместителем наркома. Таким образом, Крыленко являлся самым высшим моим начальством. Мне приходилось несколько раз докладывать ему дела, и я всегда поражался его способности мгновенно схватывать суть дела и выбирать очень прицельно и точно самое важное из множества обстоятельств, показаний и улик. Близко я его не знал и был уверен, что он вообще не помнит ни меня, ни дел, которые я ему докладывал. Теперь, в вагоне ночного экспресса, со свистом и грохотом мчавшегося сквозь ночь в столицу, я вспоминал все, что знал о человеке, с которым мне предстоит разговор. Я знал, что Крыленко, партийная кличка Абрам, член партии с 1904 года, что он участник Бернской конференции и один из подвижников Ленина, что он окончил два факультета – юридический и историко-филологический, что он профессиональный революционер. Через пять дней после октября, 12 ноября 1917 года, уже известный всей стране прапорщик Крыленко был назначен по инициативе Владимира Ильича главковерхом и членом только что образованного Совета народных комиссаров. Этот первый советский главковерх, а затем прокурор республики, был невысоким, коренастым, крепко сшитым человеком с упрямым подбородком, бритой головой и светлыми, очень прямо глядящими на мир и на людей глазами. Был он добродушен и вспыльчив, азартен и настойчив, добр и крут, страстно увлекался альпинизмом, охотой и шахматами. Суровый на первый взгляд человек, он очень любил жизнь и людей, был столь же смешлив, как и вспыльчив, и так же быстро отходил, как и приходил в ярость. Альпинистом он был отличным, охотником хорошим, шахматистом плохим, оратором незабываемым. — Сколько вам лет, молодой человек? — спросил он, когда я вошел в его кабинет и доложил, что явился по его вызову. — Двадцать пять, Николай Васильевич, — ответил я, все еще не понимая, зачем я ему понадобился. — Не густо. — Давно работаете следователем? — Восемь лет. — Раненько начали. — Какие предпочитаете дела? Я слыхал убийства. — Да, пожалуй. — Может, это чисто возрастное, — усмехнулся Крыленко, — и с годами пройдет. Но, помнится, вы расследовали и должностные дела, например, дело фининспекторов, которое вы мне тогда докладывали. — Да, — коротко подтвердил я, зная, что Крыленко любит ясные и короткие ответы. — В шахматы играете? — неожиданно спросил он. — Пока не научился. — Напрасно, напрасно, — поморщился он. — Отличная гимнастика для мозга. Впрочем, у вас есть еще время лично в этом убедиться. — Так вот, милый друг, возникла озорная, с вашего позволения, идейка назначить вас следователем по важнейшим делам. Как вы полагаете, не рановато? — Мне трудно судить, Николай Васильевич, ведь эта идейка не моя. Он снова усмехнулся, встал, зачем-то обошел меня кругом, весело и пристально меня разглядывая, потом открыл дверь в приемную и крикнул. — Соня, зайди. Вошла его секретарша, невысокая, быстроглазая, очень живая. Крыленко потянул носом воздух и сделал страдальческое лицо. — Создатель! Опять чесноку наелась. — О, Господи, как тебя только муж терпит! — А он тоже ест, — быстро ответила секретарша. — А когда оба едят, ничего не чувствуют, и оба довольны. — Ироды, — простонал Крыленко, — хорошо вам ничего не чувствовать, а мне каково сатаны. Скажите, молодой человек, вы тоже лопаете чеснок и тоже его любите? — Не очень, если не считать колбасы с чесноком. — Колбасы, — оживился Крыленко, — так це совсем другу дело, как говорят поляки. Колбаса без чеснока, какая же это колбаса? Это черт знает что, но не колбаса. После утренней зорьки у костра вскипятить крепкого чая с дымком и съесть кусок ржаного хлеба с такой колбасой. Превосходно! Он засмеялся, а потом добавил. — Соня, скажи, что вы подготовили приказ о назначении этого старца следователем по важнейшим делам. Дать ему месяц на ликвидацию ленинградских дел и переезд в Москву, и обеспечить жильем. Через месяц я переехал в Москву и приступил к своим новым обязанностям. А вскоре после этого рано утром меня вызвал Крыленко. Я застал его сидящим за шахматным столиком в обществе одного прокурора, считающегося хорошим игроком. В наркомате знали, что Крыленко часто приезжает до начала работы, чтобы поиграть в шахматы. Посмотрев на Крыленко, я заметил его мрачный вид и понял, что он проигрывает. — Послушайте, Шейнин, — сказал он, — сегодня же выезжайте в Смоленск. Там вскрыты крупные хищения и самое нахальное мошенничество. Местная прокуратура сама не справится. Дело сложное. Правда, там еще никого не убили, что вас, вероятно, больше бы устроило, но ехать надо. И постарайтесь не задерживаться. Предстоит другая командировка. Привет. Нет. Вечером того же дня я выехал в Смоленск и приступил там к выполнению задания. Дело действительно оказалось довольно сложным, и работать пришлось с большим напряжением. Впрочем, как часто бывает по делам о хищениях и взяточничестве, обвиняемые так рьяно топили друг друга и так сваливали вину один на другого, что в конце концов удалось распутать весь этот клубок. Через три недели, объявив обвиняемым об окончании следствия, я выехал в Москву, захватив с собой дело, состоявшее из трех томов. Случилось так, что из Смоленска я выехал далеко за полночь поездом, следовавшим в Москву с тогдашней границы. Мне повезло. В этом поезде нашлось свободное место в спальном вагоне, и я занял его, предвкушая приятную возможность хорошо выспаться до Москвы. Удобно устроившись в уютном двухместном купе, я разделся и мгновенно уснул, положив толстый портфель с делом под подушку. Меня разбудил противный скрип, качавшийся на петлях двери моего купе, почему-то оказавшийся открытой. Кроме того, мне было неудобно лежать, изголовье вдруг оказалось чересчур низким. За окнами купе тревожно мелькали тени железнодорожных столбов. На горизонте, с трудом пробиваясь сквозь грязную вату облаков, уже серел рассвет. С просонок я не сразу сообразил, что именно меня разбудило. Потом, похолодев от страшного предчувствия, я сунул руку под подушку. Портфеля не было. На полу его тоже не оказалось. Я бросился в служебное купе, разбудил спящего проводника, но он, разумеется, ничем не мог мне помочь и ничего не мог объяснить. Понятно, что до самой Москвы я уже не смыкал глаз, предвидя неизбежные последствия свалившейся на меня беды. В том, что я буду арестован и предан суду, сомнений не было. Теперь я размышлял о том, по какой статье меня привлекут. Будет ли мне предъявлено обвинение в преступной халатности или кое-что похуже. Ужасал меня позор случившегося, и то, что мне нечего, решительно нечего сказать в свое оправдание. Положение усугублялось тем, что по правилам я должен был отправить следственное дело фельдсвязью, то есть специальной почтой, а не брать его с собой в вагон. Я нарушил эти правила потому, что хотел как можно скорее написать обвинительное заключение, не ожидая, пока оно придет в Москву фельдсвязью. Но ведь именно это нарушение правил обязывало меня к особой бдительности. А я просто проспал дело, в самом позорном смысле этого слова. Хорошенький дебют для следователя по важнейшим делам. И хорош криминалист, который сам оказывается обворованным, и у которого вдобавок выкрадывают не что иное, как им же законченное дело о хищениях. Когда поезд прибыл в Москву, уже приближался полдень. Я решил по пути в наркомат заехать к сестре, чтобы рассказать ей о беде и предупредить, что я, скорее всего, домой уже не вернусь. Конечно, не обошлось без слез, и бедная моя сестра проводила меня до наркома с опухшими глазами и таким лицом, что на нас оборачивались прохожие. — Что с вами? — спросила меня секретарша Крыленко, сразу заметив мой удрученный вид. — Ничего, мне срочно нужно к наркому. — Лучше зайдите позже, — посоветовала секретарша. — Мне нужно немедленно, понимаете, немедленно! — воскликнул я таким тоном, что она сразу прошла в кабинет Крыленко и, вернувшись оттуда, шепнула. — Идите. Учтите только, что барометр с утра показывает грозу. Это значит, что Крыленко утром проиграл в шахматы. Было известно, что он испытывает органическое отвращение к проигрышам в шахматы и что в таких случаях нет смысла задерживаться в его кабинете. Судьба явно подбрасывала мне неприятность за неприятностью. Когда я вошел в кабинет, Крыленко сидел за столом, уткнувшись в какое-то дело. Он кивнул мне головой и спросил. — Ну, как там эти смоленские жулики? Закончили следствие? — Закончил, — пролепетал я. — Только, видите ли, ну, ладно, — перебил он меня. — Обвинительное заключение готово? Или сначала хотите доложить дело? — Нечего мне докладывать, нечего! — с отчаянием воскликнул я. — Дело украли. — Что? — Крыленко вскочил с места и выпрямился. — То есть как это так украли? Что за идиотские шуточки? — Это не шуточки. К несчастью, не шуточки. — С трудом выдавил я из себя. — Действительно, украли. — Где? Когда? Кто? — загрохотал Крыленко. — Да говорите же толком! — В поезде, на обратном пути. — Портфель под подушкой. Я заснул. — Довольно бессвязно стал я объяснять. Он слушал, не садясь и не сводя с меня сердитых глаз. Я еле стоял на ногах. Потом он сделал несколько шагов по кабинету, что-то бормоча про себя, а затем подошел ко мне и взял меня за плечо. — Но дело восстановить можно? — спросил он. — Трудно. В одном из томов подшиты подлинные документы. Их не восстановишь. — А, черт! — он яростно махнул рукой. — Какого дьявола вы взяли дело с собой, а не отправили фельдсвязью? — Я хотел поскорее выполнить задание, и чтобы не терять времени. — Зато вы потеряли дело, мальчишка! — закричал Крыленко и снова зашагал по кабинету, потом подошел ко мне. — Да, дурацкая история! — протянул он. — Особенно, так сказать, для дебюта, молодой человек. — Кстати, вы кому-нибудь рассказали о случившемся? — Только вам и своей сестре. — Между прочим, сестре сообщать было необязательно. — А у нас никому? — Никому. — Уже неплохо. — озорно усмехнулся Крыленко, и глаза его потеплели. — Так вот, маэстро, пусть это все пока останется между нами. Пока это наш с вами секрет, молодой и не слишком везучий человек. Доходит? — Нет, вижу по вашей физиономии, что не дошло. Так слушайте внимательно. — Любители позлорадствовать найдутся везде. Вот уж продукт совсем не дефицитный, к сожалению. А подкузмить молодого выдвиженца, так это просто подарок для таких любителей, черт бы их побрал. — Теперь дошло? — Дошло. — Дошло, Николай Васильевич, — ответил я, постепенно приходя в себя и уже догадываясь, что предсказания барометра, как почти всегда, не подтвердятся. Он снова усмехнулся, подошел к правительственному телефону и набрал номер начальника транспортного управления ОГПУ. — Привет, — говорит Крыленко. — Почему вы так распустили железнодорожных воров? На какой линии? Да на всех линиях, как я полагаю. Вчера на перегоне Смоленск-Москва обокрали нашего следователя по важнейшим делам. Да-да, и портфель с делом. Почему не отправил дело фельсвязью? А вот это уж не ваше дело. Я ему приказал так поступить к вашему сведению. Я. Начните розыск, а не задавайте неуместных вопросов, тем более, что они не относятся к вашей компетенции. Он положил трубку и посмотрел на меня. — Будут искать. А вы извольте взять себя в руки и не ходите с видом потерянного. В жизни всякое случается, даже со следователями по важнейшим делам. И помните, никому ни слова. Это приказ, а не рекомендация. Извольте выполнять. Личные документы тоже сперли? Да, служебное удостоверение. А партбилет? К счастью, я оставил его в своем служебном сейфе. — Крыленко обрадовался. — Именно к счастью, — сказал он, — а то пришлось бы заявить в партком. С партией не секретничают. Теперь возьмите мою машину и отправляйтесь домой. Вам надо прийти в себя. И не вешайте носа на квинту. Я поблагодарил его и пошел к дверям. На пороге он меня окликнул. — Минутку. А ну, скажите-ка мне, дружок, что вы думали, идя ко мне с этой милой новостью? — Я думал, я ждал ареста. — Ареста? — он всплеснул руками. — Ах, как легко, как постыдно легко у нас иногда относятся к этому слову. Как вы могли подумать это? Ну, как вам не стыдно? — Ну, ведь у меня украли дело. Я отвечаю за него головой, — стал я оправдываться. — Ну, и потом мало ли что могли подумать. — Вы с ума сошли! Что подумать? — Ну, не знаю. Мало ли что может прийти в голову в таких случаях. Для подозрений нет ни правил, ни границ. Горькая гримаса перечеркнула его лицо. — Как вы сказали? — тихо произнес он. — Для подозрений нет ни правил, ни границ. Да, к несчастью нет. Несмотря на свое волнение, я заметил, с какой горечью он говорил об этом. Но признаться все значение его слов я понял куда как позже. На следующий день, когда я пришел на работу, секретарша протянула мне телеграмму. — Вот, только что поступила, — сказала она. — Из Вязьмы. — Откуда? — удивился я, потому что в Вязьме у меня никогда не было ни близких, ни знакомых, ни дел. — Из Вязьмы, — повторила секретарша и была права, так как телеграмма действительно была из Вязьмы и в ней значилась. — Москва, прокуратура республики. Следователю по важнейшим делам Шейнину. — Получите в главном почтампте до востребования ваше имя срочную посылку ТЧК. Подробности письме ТЧК. — Привет. Я еще больше удивился. Какая Вязьма? Какая посылка? Какое письмо? Кто автор этой анонимной телеграммы? — Позвонив на главпочтампт, я выяснил, что посылка из Вязьмы, адресованная мне, действительно поступила. Пришлось поехать на почтампт. Когда я вышел из подъезда наркомата, то столкнулся с Крыленко, только что выведшим из вестибюля свой велосипед, на котором он обычно приезжал на работу и ездил в Кремль на заседание. — Ну, как дела, Надпинкертон? — спросил он, и, не дожидаясь ответа, хлопнул меня по спине, вскочил на велосипед и помчался к спасским воротам. На главном почтампте мне вручили объемистую посылку, обшитую суровым полотном. Я вскрыл полотно и чуть не закричал от счастья. Это был мой портфель, и в нем все три тома дела. Восемьдесят рублей, оставшиеся у меня после командировочных расходов, портрет любимый, и все мои личные документы были целы и невредимы. Сверху лежало письмо, написанное почти каллиграфическим почерком, но с изрядным количеством орфографических ошибок. Привожу его текст. — Гражданин следователь Шейнин, ваш портфель шарахнули по чистому недоразумению. Мы приняли вас за одного из тех фраеров, что ездят в международных вагонах. Не обижайтесь. Ошибки всегда возможны при нашей кипучей работе, когда вечно приходится спешить, как на пожар. Дело мы прочли коллективно. Смоленские ворюги так нахально капали друг на друга, что возвращаем дело для направления по подсудности согласно УПК. Вашу девушку нам понравилось. Передайте ей привет. А также кланяйтесь от нашей поездной бригады гражданину Крыленко, который, по слухам, есть справедливая личность, хотя лучше с ним дела не иметь. Один из нашей артели слыхал его на митинге в Питере, еще в восемнадцатом году, и говорит, что Крыленко такой оратор, что аж зажигает сердца и вышибает слезу. С приветом и пожеланиями. А письмо не подписываем по причине, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. С приветом, караси! Прочитав это письмо, я помчался в наркомат, но Крыленко еще не вернулся. Уже в конце дня я доложил ему о посылке и показал письмо. Прочитав его, он начал так смеяться, что слезы появились у него на глазах. — Ой, не могу! Уморили! Положительно уморили! Стонал он, задыхаясь от смеха. — Справедливая личность, хотя лучше дела с ним не иметь. — Ах, черти драповые! Как бы мне хотелось, дружок, повидаться с этой поездной бригадой и побеседовать с этими плутами, если бы вы только знали, особенно с тем, который слышал меня в Питере на митинге. Крыленко вдруг замолчал, погрустнел и тихо добавил. — Да, Питер, восемнадцатый год, Смольный, митинги, Владимир Ильич, как все это близко и как уже далеко, как рано, как трагически рано он от нас ушел, и как его всем нам не хватает, мой мальчик. Он опять замолчал, а потом еще тише, как бы размышляя вслух, произнес. — Был бы он жив, и все было бы не так, совсем-совсем не так. — В каком отношении, Николай Васильевич? — спросил я, почувствовав за этими словами боль и какой-то большой, хотя и еще непонятный мне смысл. Он как бы очнулся, посмотрел на меня долгим, полным горечи взглядом, которого я никогда не забуду, и медленно протянул. — Ах, как вы еще молоды! В каком отношении вы спрашиваете? — Да во всех отношениях, во всех! Да во всех отношениях и решительно для всех нас, для всех, для вас, для меня, вот для тех прохожих на улице и даже для авторов этого письма. Полсантиметра Выстрел раздался внезапно, поздней ночью, около трех часов, когда в квартире все уже мирно спали. Это была обычная коммунальная квартира в новом военном доме в Ростове-на-Дону. Выстрел раздался из комнаты, в которой жили лейтенант Реутов и его жена Анна Ильинична Кравченко. А через минуту из этой комнаты с криком выбежала в коридор в одном белье растерянная насмертью спуганная женщина. Это была Кравченко. Бросившись на сундук, стоявший в коридоре, она долго кричала, плакала и билась. Сбежавшиеся соседи так и не могли от нее добиться, в чем дело, пока не вошли в комнату Реутова и не увидели труп лейтенанта, лежавший на кушетке с огнестрельной раной в виске. Тут же на полу валялся его наган, к которому беспомощно свисала рука. Растерявшиеся соседи зачем-то вызвали скорую помощь, хотя было очевидно, что лейтенанту никто и ничем уже не сможет помочь. А потом приехали следователь и судебный врач. Они составили, как водится, протокол осмотра и деликатно расспросили несчастную женщину об обстоятельствах самоубийства ее мужа. Всхлипывая и рыдая, молодая женщина с трудом отвечала на вопросы. Она до такой степени растерялась и так была пришиблена случившимся, что не всегда понимала, о чем ее спрашивают, забыла, что она не одета и недоуменно посмотрела на соседку, протянувшую ей халат. «Мы были с Митей в кино», рассказывала Анна. «Потом дома он выпил. Вообще он в последнее время сильно пил. Плохо спал, метался. Потом легли спать. Митя лег на кушетке. Я заснула, и вдруг...» И она снова заплакала. Труп самоубийцы был подвергнут судебно-медицинскому вскрытию. Вскрытие показало, что смерть Реутова наступила мгновенно от сквозного ранения в правовисочную область головы. Наличие внедрившихся в кожу на виске порошинок и следы ожога у входного отверстия раны указывали на то, что выстрел был произведен в упор. Было также установлено, что лейтенант в момент самоубийства находился в состоянии опьянения. Вскрытие производилось утром в морге ростовской больницы. Помощник военного прокурора, которому было поручено расследование по этому делу, молча стоял у окна, пока судебный врач возился с трупом. Ему было не по себе. От специфического запаха трупного разложения, твердо устоявшегося в морге, прокурора слегка мутило и он не мог дождаться конца этой унылой процедуры, которую в глубине души рассматривал как излишнюю и нудную формальность. Труп лейтенанта лежал на столе, отливая тем особым желтовато-синим цветом, которым всегда отличаются покойники. Наконец, вскрытие было закончено, и врач, молодой еще человек, с тусклым отекшим лицом почечного больного, сказал, моя руки, «Картина ясна, покойник был пьян и шлепнулся». Через несколько дней Реутова похоронили на городском кладбище, а прокурор, прихлебывая чай и крепко затягиваясь папиросой, дописал заключительные строчки коротенького постановления о прекращении дела. 11 февраля сего года Реутов вечером у себя на квартире напился водки до состояния опьянения, и 12 февраля сего года в 3 часа 00 минут покончил жизнь самоубийством выстрелом из револьвера «Наган» в правый висок головы. На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что Реутов покончил жизнь самоубийством в силу его морально-бытового разложения и что к самоубийству его никто не понуждал, а посему, руководствуясь статьей 4 пункта 5 УПК РСФСР, постановил «Дело за номером 17 о самоубийстве лейтенанта Реутова Дмитрия Степановича дальнейшим производством прекратить». Как видите, не слишком грамотно и не очень убедительно, но зато весьма решительно и чрезвычайно просто. Так, не задумываясь и не сомневаясь, без излишних анализов и размышлений, даже без обычной человеческой любознательности и любопытства, прокурор бросил на свои судейские весы, бросил легко и просто, как куль сена, жизнь, судьбу и честь лейтенанта Реутова. И хотя свое заключительное постановление прокурор начал с глубокомысленного и принимая во внимание, но в действительности ничего он во внимание не принял и в деле не разобрался. Прошло полгода, многое изменилось за это время. Уже лейтенанта Реутова основательно забыли, успокоилась и его вдова, и, решив, что не вечно же ей оплакивать покойного мужа, вышла вторично замуж за сотрудника военторга Икс, который для нее оставил свою первую жену и детей и переехал в комнату Анны Кравченко, в ту самую комнату, где застрелился Реутов. Они зажили широко и весело. У Анны появились дорогие наряды, безделушки, комнату обставили новой, изящной мебелью. Анна бросила работу. Новая жизнь и новый муж устраивали ее вполне, она очень похорошела и расцвела, и огорчалась лишь тем, что начала полнеть. Куда-то в другой город перевели помощника прокурора, прекратившего это дело, и новый прокурор, не такой поспешный и решительный, почему-то начал перелистывать старые, давно прекращенные дела. Перелистал он и дело о самоубийстве лейтенанта Реутова и, вызвав следователя Меншикова, поручил ему еще раз проверить это дело. Трудно объяснить, почему он так поступил. Но бывают такие невинные с виду дела, мирно сваленные в судебные архивы, дела, которые у опытного следователя, судьи, прокурора, почему-то сразу вызывают именно тот профессиональный и острый интерес, который пытливо и настойчиво приводит к истине. Нельзя точно сформулировать, почему это так происходит. Почему такое старое, мертвое, прекращенное дело, покрытое пылью и временем, повествующее о людях, которых давно уже нет, рассказывающее о фактах, которые всеми забыты, и о днях, которые безвозвратно ушли, почему такое дело внезапно оживает, и движимая инициативой следователя, его находчивостью, опытом и талантом, раскрывается неожиданно и до конца. Это также трудно точно сформулировать, как трудно объяснить, почему опытный охотник, иногда еще не увидев следа, без всяких признаков, как бы беспричинно, вдруг ощущает присутствие зверя, и, ведомый неким шестым и всегда безошибочным чувством, приходит к его берлоге. Следователь Меньшиков был знатоком и энтузиастом своего дела, и потому, за внешней убедительностью протокола вскрытия, под шелухой рассуждений о морально-бытовом разложении Реутова, якобы приведшем его к самоубийству, он обнаружил, что основной вопрос в этом деле так и остался неразрешенным. Почему покончил с собой Реутов, и покончил ли он с собой? На этот вопрос было трудно ответить через полгода, но ответить было необходимо. И вот Меньшиков решил, что надо прибегнуть к математике, надо измерить и вычислить соотношение входного и выходного отверстий раны, определить путем точного расчета угол полета пули, и тогда решать, своя или чужая рука приставила дула Нагана к Реутовскому виску. Нужно ли рассказывать о том, как это было сложно и трудно сделать, о том, как долго пришлось искать могилу Реутова на городском кладбище, он был похоронен без памятника и без указателя, как потом был извлечен из могилы его полуистлевший труп, как тщательно были измерены ранения его черепа, как потом производились вычисления и эксперименты, как на этом основании был, наконец, изготовлен фотомонтаж полета пули, пронизавший его череп. И о том, как этот фотомонтаж безоговорочно и материально, зримо и бесповоротно, наглядно и непоколебимо утверждал, ровно полсантиметра недостает для того, чтобы можно было признать, что Реутов застрелился сам, своею правой рукою. Но если это так, то кто же? Выстрел произошел в тот момент, когда в комнате было только двое, Реутов и Анна Кравченко. Значит, если не он, то она. И вот Анна Кравченко входит в кабинет следователя Меньшикова. Она входит уверенной и изящной походкой молодой красивой женщины, знающей себе цену, привыкшей к успеху. Кокетливо и чуть надменно она здоровается со следователем, садится, непринужденно закинув ногу на ногу и спокойно любуясь лакированным носком своих элегантных туфель. Потом она просит разрешения закурить, и следователь галантно зажигает ей спичку. — Мерси, — говорит она и привычно затягивается. — Пожалуйста, — коротко отвечает следователь. — Пауза. Они сидят вдвоем, друг против друга, в извечной диспозиции следователя и допрашиваемого, вдвоем, лицом к лицу, вдвоем. Она, которая убила, и он, который сейчас это докажет. Она, которая совершила страшное преступление, и он, который его раскрыл. Он привычно наблюдает за нею и под маской наигранной беспечности улавливает искорки тревоги в глубине ее глаз, собранности, напряжения всей ее хитрости, осторожности и воли в этой сухой складке рта, в жилке, нервно пульсирующей на шее, в манере часто облизывать почему-то сохнущие губы и в нарочитости того чрезмерного спокойствия и уверенности, которые ей хочется показать, которыми ей хочется убедить. Наконец, Анна Кравченко прерывает молчание. — Зачем меня вызвали к вам? Вероятно, какая-нибудь справка по делу моего покойного мужа? — Да, — говорит Меньшиков, — небольшая справка. Нам нужно выяснить, почему вы его убили. Кравченко широко открывает глаза, с удивлением смотрит на следователя и с возмущением произносит. — Что это за шутки? Притом неуместные. Зачем я вам нужна? — Я не шучу. Напротив, я вполне серьезно. — Геометрию изучали? — При чем тут геометрия? Я ничего не понимаю. — А вот, посмотрите. Арифметика простая. Меньшиков достает фотомонтаж. Он и Кравченко склоняются над ним, и Меньшиков терпеливо, спокойно, как учитель, объясняет. — Вот это входное отверстие. Тут выходное. Значит, пуля, проделав этот путь, имела уклон под градусом. Считайте. Через десять минут Анна Кравченко бросила на стол перчатки, устала, вытянулась, и щуря, уставшая от непривычных расчетов, глаза протянула. — Черт возьми, я ошиблась всего на полсантиметра. Как глупо. — Да, неосторожно, — согласился Меньшиков. — Все остальное было неплохо исполнено. — Ну-с, Анна Ильинична, перейдем от геометрии к делу. Рассказывайте. — Сейчас, — сказала Кравченко. — Только дайте мне, пожалуйста, папиросу. Кравченко взяла папиросу, один раз затянулась, и вдруг в ожесточении бросила папиросу на стол и заплакала. Заплакала сразу, не вытирая слез, закрыв лицо руками и судорожно вздрагивая спиной. Меньшиков протянул ей стакан воды. Она попробовала выпить, но от судорог, потрясавших ее тело, не смогла это сделать и только пролила воду на кофточку. На минуту перестав плакать, Анна Ильинична вскочила, достала из сумочки платок и очень аккуратно вытерла воду с кофточки. Допрос Анны Кравченко закончился вечером. Меньшиков прочел ей все, что записал с ее слов. Кравченко слушала протокол допроса невнимательно, и когда Меньшиков сделал ей замечание, и она ответила, «Не все ли равно? Главное сказано, записано и доказано, а подробности мне ни к чему». Потом она подписала протокол. Меньшиков объявил Кравченко постановление об аресте и направил ее в тюрьму. Когда арестованную увели, следователь еще раз перечел протокол. Он прочел показания Анны Ильиничной о том, как, будучи женой Реутова, она случайно познакомилась с сотрудником военторга «Икс». Я решила выйти за него замуж и бросить Реутова. Но «Икс» тоже был женат, имел двоих детей, и переехать к нему я не могла. «Икс» был согласен переехать ко мне. К тому времени мы сошлись, и я решила, что «Икс», как муж, устраивает меня больше, чем Реутов. Размышляя, как мне поступить, я постепенно пришла к решению убить Реутова, симулируя самоубийство. И вот в этот день, 12 февраля, я пригласила Реутова в кино. Когда мы возвращались, купила бутылку водки. Дома угостила Реутова, он выпил и потом уснул. Тогда я достала его наган и в упор выстрелила ему в голову. Оставалось выяснить, причастен ли к этому преступлению «Икс» или нет. Меньшиков тщательно проверил этот вопрос. Он несколько раз допрашивал Кравченко и «Икс», анализировал множество всяких косвенных и мелких штрихов, улик и обстоятельств, о которых нет нужды здесь рассказывать, и в конце концов твердо доказал, что «Икс» ничего не знал об убийстве Реутова. И хотя внешние факты и обстоятельства были против «Икс», и, казалось, имелись все основания его заподозрить, а заподозрив арестовать, Меньшиков не пошел на это. И для реабилитации этого человека следователь потратил не меньше внимания труда и таланта, чем для того, чтобы изобличить его жену. В тот вечер, когда невиновность «Икс» была окончательно доказана, следователь Меньшиков в первый раз за это время улыбнулся и сравнительно рано пошел домой. Он возвращался гордый самим собой, своей профессией, а главное, ее незыблемым и замечательным законам, уметь не только разоблачать преступника, но и защищать от случайностей и оговора запутавшегося, но невиновного человека. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...